...о нескольких типах неологизации в творчестве Алексея Елисеевича Крученка. Я их для себя в рабочем порядке, не в императивном, а именно в рабочем порядке, я выдал четыре, соврал пять типов неологизации. Неологизмы, так сказать, первого ряда, основанные на одном корне. Зарваль, пугаль, снегота, вьюже, стугота, шепель, судьбич, наватки и так далее. Неологизмы второго ряда, основанные на слиянии двух и более корней. Ну, то, что в переводе на русский язык Льюис Кэролл называл слова-бумажники. Зудеса, зудесник, челестейшая, птичерга, муздрильный, ну и так далее. Косуки, танцы и так далее. Хлюстра. Третий тип неологизации. Я в рабочем порядке, опять же, назвал, это может не понравиться кому-то, но ради бога, уж простите. Назвал словом лексоиды. Что это такое? Это те слова, которые основаны на грамматически нормативных квазилексических образованиях. Бутульба, Сустин, Атлан-Бюрю, Сарча-Кроча-Бута-Навихроль-Апахранбил, Чесель-Бузинябя, Ламушка, Груздавание и так далее. Четвертый тип неологизации у того же Алексея Елисеевича. Это звукоподражания. Их достаточно много. Гребата, Гребура, остались записи, кто-то из вас слышал, наверное, записи его выступлений, поздних уже выступлений, где он блистательно совершенно, звукоподражает. Ну, я могу их воспроизводить, но он это делает лучше. Чмок-фу-бу-для-ум-люк-мы-да, ну и так далее. Ну и, собственно, заум, или, как он это называл, простите за некоторую тавтологию, собственный язык. Начинаю с Дебулщил, Зюцюэспрун, Цехицимукцлэ, Хардерчулэ и так далее. Между этими условными разрядами, пятью, непроходимых границ нет. Я несколько слов хотел сказать по поводу поздней, предпоследней книги, вышедшей при жизни автора в Советском Союзе. Книга, которая называется «Ирониады». Он сам отметил, что эта книга написана в мае-июне 1930 года, 1900, как мы догадываем, с 1930 года. Тогда она, собственно, в июне и вышла, посвящена она возлюбленной Крученых Ирине Смирновой. Но вот что я хотел еще сказать. Это важно отметить, не забыть. В свое время Маяковский назвал Крученых истинным поэтом, разрабатывающим слово. Осип Мандельштам, который терпеть не мог Крученых ни как человека, ни как парохода. Ой, я что-то про Майковский. Осип Мандельштам сказал о том, что у Крученых патетическое и напряженное отношение к поэзии. Ну и Геннадий Николаевич Айги в одном месте отметил, что в любой ситуации Алексей Крученых был артистичным и аристократичным. Итак, книга называется «Ирониада», о которой сейчас я несколько слов скажу. Имя в книге становится своего рода лингвистической мифологией. Мы говорим, какие-то ситуации, о которых чуть ниже, я вам скажу, как раз. Они приобретают тот самый мифологический смысл благодаря, в кавычках, «Ириному озвучиванию». Соответственно, даже обыденный мир, а там в этой книге, что удивительно, 34 стихотворения входят в эту книгу. Почему удивительно? Всем известно, что Крученых выпустил довольно много книг, которые были очень короткие, очень маленькие по количеству текстов в них входящих. А 34 для него – это весьма много. Я, к сожалению, обречен напомнить сразу же, дело в том, что как футуристы не косили под простых и незатейливых, в общем, это были люди весьма образованные. Я не буду сейчас в детали входить, потому что, в отличие футуристов русских от символистов, символисты, наоборот, делали вид, что они слишком образованные. Футуристы как бы пытались выглядеть такими сапожниками, хотя, в общем-то, что тот же Крученых, что Хридриковский, а что Левшинский, они будут там имену сейчас дальше перечислять. Это весьма образованные люди, просто другой стиль, другая манера. Имя Ирина по-гречески – это «Мир покой». Ираида – дочь Геры. Ирида – радуга. Иродиада – это уже еврейское. Слава Боже! Понимать это, вероятно, следует как внешняя красота тела. Ирод – песня Героя. Это по-еврейски. Ну, Ирида уже, да, радуга. Ясно. Ирония, притворство. Иуда, по-еврейски, хвалимый Богом. Я все эти слова произнес потому, что в книге они так или иначе возникают. Крученых, само собой. В тех или иных модификациях. И вот эти смысловые акценты, они там весьма-весьма весомы. Да, ну и Арина, Аришка. Тут есть варианты. Либо это просторично от Ирины, либо это от Ярила, либо это от еврейского Аарона. С именем Арина здесь вот целый ряд каких-то вариантов. В книге Крученых стихотворения весьма разного характера. Собственно, лирика, стихи ассоциаций, связанные с популярными песенками, джазовыми песенками того времени, рубежа, конца, точнее, 20-х годов, с литературно-гинематографическими какими-то впечатлениями, в частности, стихи о трех толстяках по Юрию и Олеши. Подчеркнуты бытовые темы, в частности, связанные с простудой героини, с ее отъездом на Кавказ, чтобы погреться маленько. Теперь центральной частью книги, наиболее семантически насыщенной, является цикл с семи стихотворений, который называется «Разматывание имени». Сам поэт писал так об имени Ирина. Я цитирую Крученых. Оно взято темой эксорсизов, как весьма гибкое, несущее в себе множество вариантов и оттенков, вызывающих массу бытовых, литературных и исторических ассоциаций. Фонетически в нем привлекает мощный и резкий виск сирены. Важно отметить, виск сирены. Чуть ниже я к фонике вернусь. Но, опять же, я не буду вас с ним задерживать, поверьте. Разумеется, что было бы наивностью искать здесь чей-нибудь индивидуальный портрет. Парфюмерная пани Ирена даже не знакома с простоволосой Алишкой. Еще более далека от них обеих соломистая Ириана, древних кровавых сказаний. Статую я завершила. Теперь, собственно, книги. Заглавие предполагает некую эпичность. Типа, опять же, напомню, Ирониада. Типа Илиады или, ну уж, простите за матерное слово, Гаврелиады. Хотя ироническое отношение к подобной эпичности подчеркивается указанием на весьма короткий временной промежуток. Как я уже говорил, майя июня 30-го года. Эпос, как и всякий эпос сюжетен. Любовь, музыка, театр, кино, болезнь, поездка на Кавказ, разлука, цитирую, скорбь колючая. В то же время заявленная в заглаве ирония ориентирует на легкость восприятия текста. Все, дескать, не всерьез. Главным героем книги становится именно имя героини. Не сама героиня, повторю, а именно ее имя. И перед нами не столько история любви, сколько приключения этого имени, которое сочетает в себе иронию и эротику. Слова, как мы понимаем, весьма созвучны. Одновременно здесь пересекающиеся и семантические. Поезд создает своего рода мифологию, еще раз повторю, причем не столько сюжетную, сколько лингвистическую. Собственно, разматывание имени. Есть построение бытийного космоса. Те или иные внешние события, кино, театр, я уже об этом говорил, существуют постольку, поскольку они вписаны в звучание имени Ирины. Само имя Ирина повторяется в тексте книги 14 раз. Его вариаций довольно много, наиболее частое Ирито, 5. Хоть через ряд фонетических ходов даже уходит от изначального звучания имени. Цитирую Крученых. Отталкиваясь от популярной джаз-песенки, шепчущей бас Чикито, я варьирую имя героини Ирина, Ирито, Чикито. В дальнейшем, потерпите, я уже скоро, в дальнейшем мною выдумано еще несколько имен. Мною уже выдуманы героини. Вот вариации. Ириада, Иролитка, Ириэль, Ирианствую, как зверь, Ириэто, Ириуда, Оришка. Каждый из этих имен несет пусть эллиминированный, но длинный ассоциативный семантический ряд. Недаром я где-то в начале своего долгого выступления какие-то греческие, еврейские, фонетические варианты привел. Это очередное подтверждение установки Крученых на создание сколь угодно иронического, но все-таки эпос. Напомню о том, что Крученых был отмечен как поэт, для которого чрезвычайно важен был вопрос семантики звука и слова. Это существенно, поскольку мир Ирина в книге выстраивается не только на забавных вариациях ее времени. В тексте достаточно последовательно автор использует звукосочетания, относящиеся к имени героини. Я буду говорить сейчас, я уже почти завершаю, я буду говорить сейчас сдержанно. Ну мне не мог, поэтому я как начал говорить, сразу решил завершать. Огненные шары прыгали в вечерней раме, вылезали из орбиты, я буду замертво смотреть, переливается, стали грызть сырые лимоны. Нас покорил Велимир Грозный. Мы жизнь и ночи расстраивали. Жизнь пересыщена без спирта, загримированное мысляще. В темном перешейке, по перекусовым шейке, зелено-лакированный камень, золотого ярлыка, корчма винограда, расширеннейшие глаза. Ну и так далее. Этот ряд можно продолжить. Опять же, возвращаясь к слову мифология, лингвистическая мифология. Крученок создает веселую и одновременно, надо сказать, довольно печальную книгу. Почему печальную? Ну, по той простой причине, что человек, ставший источником, я назвал имя этого человека, ставший источником этой книги, перестает как бы быть человеком и превращается в звуки, превращается в звучание. Как бы растворяется в том самом лингвистическом ряду, в том напоре звучания. Спасибо. Спасибо. И вопрос, пожалуйста, к пальчику. Ой, я боюсь. Я тогда вопрос, можно? А вот это, ваше исследование, оно включено одному произведению Алексея Ельичевича. А является ли этот прием, работает ли он на других стихотворениях? Юрий Барисович, блистательный вопрос. Дело в том, что самое удивительное, на мой взгляд, его надо этот взгляд проверить. Следующая книга Рубиниада работает примерно по той же манере. Затем его, к сожалению, опубликованные не в России, пока не в России, стихи, в частности, сборник небольшой «Ирина в снегу», той же Ирины, и целый ряд еще стихов строятся примерно по этой модели. Потому что, вот я недавно начал с того, что разные типы неологизации – это поздний врученок. Это поздний врученок, который, к великому сожалению, нам пока известно очень мало. Ну, я думаю, что мы коллективным врученем будем его и за собой представить. Спасибо большое. Ну что, поблагодарим докладчику. Тетром, спасибо. Персонаж, на самом деле, о нерожденном сыне или утраченном мужу, тем не менее, оказывается, что геометризм, вот этот, тетраэдический, вот этого простого пакета молока, вдруг оказывается образом, ну, не короблившей женской груди. То есть, вот это отрезанный угол истечения млека. Это некий млечный фугуарный путь познающий. Здесь есть, конечно, я говорю, это постфактум, безусловно, обнаруженное. Реминесценция из слова «паку», «Тоска раз влиясь по русской земле», «Печать жерна встреча среди земли русской». Ну, жерна, значит, обильная. В таком контексте слово, ну, стих встречается, например, Магрештал в памяти Андрея Делова. Меня преследовали три случайных фразы. «Везде держу печаль моя на жернах». Ну, и следовательно, неоднократно отмечают, что это не только отсыл у него к слову «полку», но и, безусловно, печаль моя судьба Пушкинскому. То есть здесь при этом возникают какие-то открытые каналы для того, чтобы понять некоторый веризм. То есть форма позволяет определение, и более жесткое определение формы позволяет увидеть некоторые смыслы. Ну, и известные высказывания некоторых, тут даже не один автор, что напряжение между языком формы и смысловым контекстом заключено в творческое начало – рождение новых смыслов. Я, ну, может быть, можно пролистать до конца? А последняя картинка? Здесь есть некоторые чисто геометрические такие образы. Я не хотел бы сейчас на них подробно останавливаться. Единственное сказать, что тут обнаруживается соответствие звуковых каких-то повторов и, собственно, визуальных образов вот этого формы истечения, вот этой пульсации в конце вот этой струйки, о которой говорится. На самом деле тут есть важнейшие доминантные такие цепочки, связанные, с одной стороны, вот с одним континолемом, мо, но, ло, ну, я не буду их приводить просто на краткость. С другой стороны есть вот момент разрезания, отрезание вот это три, три, потому что те отделяется от ре, и ре там встречается ре, ра, ро, 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 огромных количеств. То есть в конце это появляются такие как бы цепочки, струйки, этих соединяющихся в начале. Я, к сожалению, у меня достаточно большой такой проклад, но я не могу его уложить даже там в 15-17 минут, поэтому я на этом прервусь. Ну, сказать, что понятно, что такая автокоммуникация, автопоэзис, он, безусловно, ограничен, поскольку здесь можно самообманываться, действительно ли это, ну, ты видишь то, что видишь. Но все-таки мне хотелось отойти на некоторую дистанцию, и, может быть, действительно что-то вспоминаю, реально, чтобы высказать вот некоторые суждения о симметрии формы. Известно, что преобразование, вообще говоря, оно уже традиционно связывается с некоторой геометрией. Ну, Феликс Клейн делал такое понятие. Здесь тоже в процессе развития стихотворения происходит некоторое преобразование, которое возвращает нас, вроде бы, инвариантно к этой треугольной форме. Но форма, она уже иная. Здесь есть некоторое превращение смысла. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Вопросы, пожалуйста. Мамильчанский квадрат. Это что? Новая икона наша. Читали ее. Ну, я говорю о конкретном стихотворении. Это, мы говорим, вообще об искусстве обстоятельства, не надо говорить так. Ну, треугольник, который уже слабый аналог. Были круг, квадрат, ну, так просто... Нет, безусловно, но речь здесь идет не об абстрактных каких-то вещах, и не о убийстве и так далее. Речь идет о конкретном стихотворении, где просто... Это народный треугольник. Это народный треугольник. С собой был круг, квадрат, но мне это любое. Треугольник, например, вот когда. Треугольник, например, вот когда. Треугольник плюс квадрат. То есть треугольник – это, ну, простейшая геометрическая форма, которая, ну, традиционно присутствует в огромных культурных слоях, в том числе и в нашем. Ваши специальные квадраты, он вырастает, вот эта тетрада, растает детрада путем развития стихотворения. Вот о чем я говорю. Еще раз, я могу сказать, что... Она заметила, что, кроме всего прочего, царь написана трехсложным размером, трехсложником. Более того, первая строчка – трехстопный анаписок, да? А потом появляется трех- и четырехстопный анаписок. Я говорю уже о том, что это третий из трехсложников, в обычной таблице создателей, фибрахий, анаписок. Сознательно или создательное – это произошло? Это вот, то, что вы говорите, это бессознательно. Это я как раз не дошли. Единственное, что я хотел сказать, но не сказал в силу малого времени, что на самом деле это квазисознательная форма. Здесь, правда, 15 строками, 4, но она тоже триатра. Председательная форма – это тезо-антитезо-синтез. Причем там присутствует, ну, как КТРР-4 и ТРЦ. Да, то есть это вот пример культуры, где вот триада и тетрада присутствуют и взаимодействию с сложным образом. Вот, я говорю, что есть, ну, а собственно, астинокровой форме – это и есть здесь, на самом деле. Я вот, говорю, в последней я не анализировал, вот, не стал рассказывать, что там трехокольные, чистка по Пифагору появляется и так далее. Это культурная традиция, которая, ну, в том числе, и в русской культуре тоже присутствует. Стихотурный, вот, здесь это анализ собственного стихотурного. Я говорю, я просто, ну, не дошли до этого руки, хотя я вот начал что-то в этом смысле. Смотри, спасибо за вопросы. А все остальные вопросы в куварах, потому что мы сильно уже выплазли за границы первого времени. Мы не должны забывать, что до семи нам одно время только, и все нас отсюда попросят. А мы хотим все-таки представить в той части довольно интересную программу, и мне хотелось, чтобы мы вовремели время на нее. Поэтому я вас прошу, если у вас есть вопросы, задайте их куварам. А сейчас давайте, может, послушаем Володю. Да, пять минут, если можно. Я, понимаете, вот, отношение к формальным, вот, литературе, к формальным ограничениям, у меня, ну, не то, что вовремя, возможно, у всех, кому там, не односносливая. Дело в том, что я занимаюсь точными науками, вообще говоря, математикой, физикой, я доктор физико-математической наук. То есть для меня это, на самом деле, это важнейшая, интереснейшая область. Но, как автор, я, для меня это, возможно, в глубине. Поэтому те стихи, которые я пишу, они, ну, вот, тот пример, который я анализировал, это там, как мне кажется, они скрыты, но требуют такого изучения постфактум скорее, чем антофактум, чем задание какого-то. Я прочту несколько стихотворений, довольно коротких, может быть, ну, последний временный там, который, тем не менее, как мне кажется, содержит определенные такие вещи. Ну, одно стихотворение как раз про, ну, события в наше время, поездки на фестиваль. Наладился поехать в Чебоксары, на фестиваль поэзии, чтобы удалиться от Европы на расстоянии пристального взгляда, чтобы Урал увидеть ближе, и сквозь него, глазам не веря, желтое знамя Китая, что нас сейчас волнует, словно небо, когда, как море, тишина вокруг. Над головой крымцев пролетел болид по более телячьей головы, светилось в нем, и видно было, опытное поле. Делянок не было, лишь винограды в белой шляпе с немыслимыми и ласковыми глазами звал сюда отрежать неземного вкуса вина. Видение. На Красной площади он, завернувшись в лаг, был охвачен трехцветным огнем, но был словно незрим. Лишь несколько проницательных лиц поднесли от гума услуживо урны, чтобы собрать его пепел, но он не сгорал, и все разошлись, забыв. Заглядь, да. Но не готовы к воду войск вы, в дальнее темное небо савчинку, полное нежной, невидимой крови. И я хотел прочесть одно стихотворение, которое представляет собой как раз некоторую структуру, такого разряжения, где, в принципе, возможно такое блуждание, вообще говоря. Ну, я читаю, конечно, единственным образом. Лица в метро. Ну, может быть, еще одно последнее прочту. Плавающий слева или справа, с плавающих листьев, наладсканных, металлических, слабый глаз, объемы их, объемы их, листва живая, не говорили и глаза, но порознь, карты, жири, глядел и уходил, и уходил в свою сторону света, света, пролетающего за черным окном. Ну, и последнее вот стихотворение, оно тоже в таком духе написано, я просто покажу его структуру, где, на самом деле, пробелы определяют тоже некоторые такие формальные значки. Одна Балканская страна, смутно, непрекаяно родная, шла неравномерно шагом, и не вся была видна из этого окна длитного, как корабль, требежащего трамвая. Ты был, ты не был здесь на каждом и медленно, раздельно, под углом. Машина, обтекаемая, внизу спотыкаясь и ковыляя. И этот город, и медленный вагон, и люди невдалеке заглядывая, шли тебя, то обгоняя, то отставая. Да исторический плотан раскинулся над нашей встречей, или это был лопух, или там варбалкан, сошедший риск от моря нашей речи. Она плыла, была, ты ранее этого вечера сюда достигнул, долетел, добрался, лопух, а где-то там на Цареградское шоссе выходит стройный куст треленок. Так тело вечера теплое, бесшумно шло, вперед или назад толкало, и, повторяемо, солнце сентября из поперечных улиц ослепляло. Неполночь заполночь прошла, но солнце элипсисом было, своим зиянием нас подхватило по пути и похвалило. Все это было или нет, и, может быть, что так трижды было в будущем вечер и земля простая, трамвай бесконечный их людей огни, и взор заглядывая шли в окне, то обгоняя, то отстаная. Спасибо. Мы делаем прерыв до 16 часов. До 17 уже почти не оговорился. Просьба не опасно, будет очень интересно обещаем. -я 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 Спасибо. Спасибо.